С табаки время подоспело произвести щенят на свет. А между тем, разумно это дело, она заранее обставить не сумела. Сейчас близок, а у нее и крова даже нет, где бы отдохнуть могло ее больное тело. Вот приползла она к соседке к конуру. — Родная, ей сейчас помру. Ох, одолжи хотя бы на недельку свою постельку. Соседка сжалилась и из дому ушла, а гостья временно у ней расположилась. Меж тем неделя протекла, и к дому своему хозяйка возвратилась. Голубка моя, сама смотри, щенки мои малы едва шевелят ногами. Уж потерпи, еще недельки две или три. Соседка снова просьбе уступила и через условный срок вернулась опять в родной свой уголок. Ну, тут уж гостья ей рычанием отворила и молвила зубами напоказ. Уж ты не знать не хочешь нас. Ну, что ж, я тут же же уйду со всей моей оравой. Щенки мои умеют уж кусать. Ну, раньше ты изволь-ка доказать зубами нам на эту будку право. Что плуту одолжил? Своим уж не считай. С ним наживешь лишь хлопоты тому. Неблагодарному хоть кулончик пальца дай. Он заберет себе всю руку.